Мастерская Артёма и Марии Шейных началась с покупки загородного дома, а точнее со встречи с местными бобрами. У нас рядом с домом пруд, и на этом пруду живут бобры. И однажды муж пошёл вокруг пруда просто погулять. Увидел дерево, поваленное бобрами, и решил попробовать из него сделать табуретку. Там ветки уже остались, кора была снята, и получается, что табуретку-то на самом деле не муж сделал, а сделали бобры. Они уже половину дела сделали. После табуретки из материала от бобров Шейны сделали стол и ещё несколько предметов интерьера. Со временем мебель начала пользоваться популярностью у друзей семьи. И Артём с Мария, поняв, что их идея нравится людям, открыли свою мастерскую. Она функционирует уже 8 лет. За это время поставщик материала сменился. Вместо бобровых заготовок Шейны теперь в основном используют городскую древесину, которая должна была пойти в утиль. Это остатки от кронирования, упавшие стволы и ветви. Вот тополь, сантиметров 60-70, он, наверное, в комле. Порядка года он, наверное, у нас сох. То есть я его вывозил, скорее всего, это был парковый. Там убирали большие деревья тоже. Всё, мы из них делаем заготовки, потом вставляем сюда механизмы, делаем ящичек, и получается такая прикроватная тумбочка с ящиком. Тополь, говорит Артём, не самый интересный материал. То ли дело яблони. Она мягкая, хорошо поддаётся обработке, и вещи получаются с красивым рисунком. Как раз из пустотела яблони этот светильник. Недавно Шейны получили большой заказ из Африки на 120 штук таких осветительных приборов. Также в эту страну скоро могут отправиться и 24 стула от семейной мастерской. Помимо Африки, интерьерные штучки из Перми популярны в Америке и некоторых странах Европы. В первую очередь среди поклонников стиля «рустик». Мы используем дерево в первозданном виде. Ветки, спилы, пни, капы. И на основе их красоты. На основе красоты вообще мы считаем, что всё, что создала природа, это совершенно. Вообще этот стиль «рустик» связан не только с какими-то вот такими кривыми формами. Это вообще идеология использования всего натурального. Именно любовь к натуральным формам – секрет самообытности мебели от Шейны. Чтобы подчеркнуть естественную красоту древесины, её здесь стараются не распиливать на доски, а работать с природной геометрией. Одному заказчику делали очень интересную лестницу из дикого бревна прямо на корнях. И делали ему стол тоже из больших пней, ёлки, там сантиметров по 40-50 в комле, такие прям с корнями классные. В планах у семьи расширить производство и сотрудничать с заказчиками по всему миру. Молодые люди уверены, что это реально, ведь у красоты пермской древесины немало поклонников. Евгений Гуляев, Татьяна Овсяникова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.